В Центре культуры и искусств Кадыра Мурзали прошел вечер встречи с заслуженным деятелем республики, отличником народного просвещения Аскаром Акишевым. В честь 80-летнего юбилея была организована выставка и теплая беседа. 26 апреля виновник торжества отметил 80-летний юбилей. Все эти годы Аскар Акишев посвятил образованию, воспитанию одного поколения за другим. Родился юбиляр в Женебехском районе, после учебы возглавлял ряд школ в Бурлинском районе, в областном центре, занимал важные посты на том же поприще и всегда старался сделать максимум для того, чтобы дети в более комфортных условиях получали образование. Удалось многое, говорит ветеран труда, оглядываясь на этот серьезный рубеж в жизни. Многие факты трудовой биографии были отражены на выставке в честь юбилея. Так, мимолетом прошло 80 лет. Это самый главный рубеж, то, что мне удалось за эти 80 лет. Это, значит, открытие казахских классов в городе Уральска впервые. И смог построить, как депутат городского совета, как наказ наших избирателей, построить здание нынешней 30-й школы. А так, работая в последнее время, уже перед выходом на пенсию, в школе-интернат для детей с нарушением слуха, тоже добились определенных успехов. В ходе торжественной части вечера от имени Акима области юбиляра поздравил заместитель Бахаджан Нарамбетов. Он отметил весомый вклад ветерана труда в развитие системы образования. Вы воспитали плеяду больших ученых, государственных деятелей и просто достойных граждан региона. И сейчас активно работаете в рядах общественных личностей общества. Желаю вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия вашей семье. Ваши советы нам всегда нужны. Качество знаний, материально-техническая база, объектов образования, условия работы педагогов, трудоустройства выпускников. Во всех этих аспектах Аскар Акишев участвовал лично, вникая в мельчайшие проблемы и решая серьезные системные вопросы. Его принципом сегодня следуют ученики и последователи. Работаю за учим. Это была хорошая школа, хорошая школа менеджмента. Я до сих пор помню, когда Аскар Ашович перебирал свои такие тетрадки. И в этих тетрадях была рефлексия, были беседы с учителями, с учащимися. И это был большой урок для меня. Это был первый урок руководства управлением школой. И после этого, я скажу, что наши пути постоянно скрещивались. Работая уже в школе для глухих и слабых детей, Аскар Ашович проявил себя как менеджер и показал большую любовь к детям. Мы знаем, у него есть замечательная книга «Слышать детей». Мы все рады, что знаем Аскар Ашович, что он наш был учителем. Выступившие со сцены коллеги, друзья, родственники пожелали юбиляру долгих лет плодотворного служения своему народу, здоровья и успехов. Система образования разной школы возглавлял и везде справлялся, везде их поднимал. Везде вводил новые какие-то системы, новые уровни, новые предметы. Строил новые здания, новые коллективы, сколачивал, так сказать, воспитывал. Так что его вклад не то, что не оценим, а не переоценим. Невозможно переоценить его вклад. Будем благодарны. Хочется надеяться, что воспитанники будут его помнить всю жизнь и передавать следующему поколению такие же качества и отношения к жизни, как у Аскара Акишева. Завершением вечера стало вручение памятных подарков, ведомственных медалей, благодарственных писем и, конечно, фото на память. Алмагуль Джампиесова, Рустим Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.